Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И отталкиваясь от текстов книга «Исход» 24 глава 9 по 11 стих и 33 глава 20 стих, мы зададимся вопросом. Как могли люди видеть Бога, когда сказано, что человек не может увидеть меня и остаться в живых? Обозначим проблему. В книге «Исход» 24 глава 9 по 11 стих говорится, что Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70 старейшин Израиля взошли на гору Господню и видели Бога. Израилева. Однако в «Исход» 19 глава говорится, что даже прикоснуться к подножию горы они не имели права, а в «Исход» 33-20 говорится, что невозможно увидеть Бога и остаться живым. Как могли эти люди подняться на гору, взойти на гору и видеть Бога и остаться живыми? Во-первых, во-первых, мы должны обратить внимание на то, что сам Бог приглашает их на эту встречу. Да, были ограничения, чтобы никто не подходил, но в данном случае было конкретное повеление Бога. Причем в самом законе Божьем говорится, что даже пророк Божий не может приступать к общению с Богом, если Господь ваикра, это по-еврейски означает, не взывает к нему, ваикра, возвал. Более подробно мы об этом поговорим, когда начнем исследование книги Левит, первая глава, первый стих. То есть здесь было приглашение. Во-вторых, из этого описания мы видим, в общем-то, ясно, что эти люди не созерцали Бога в его сущности. Даже сам боговидец Моисей, он сподобился созерцать славу Божию, славу Божию, причем из того положения, в котором он находился. То есть Бог открывает себя людям в той мере, в какой они могут вместить. Это откровение Бога о самом себе. Давайте прочитаем этот отрывок, исход 24 глава, 9 по 13 стих. «Потом взошел Моисей и Арон, Надав и Авиуд и 70 старейшин Израилевых, и видели место стояния Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное о работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых, а не видели Бога». Ну, тут правильнее понять место присутствия Бога. «И ели и пили. И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору, и будь там, то есть поднимись выше, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их. И встал Моисей с Иисусом, имейте в виду Иисус Навин, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию». И далее «И сказал Господь Моисею». Это уже исход 33 глава, 19-20 стих. «И сказал Господь Моисею, «Я проведу пред тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы», ну, тут более правильно произносить транслитерацию, Яхве, «пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал Он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». То есть ты увидишь то, что ты только и будешь способен увидеть. Потому что Бог, повторюсь, открывает Себя людям только в той мере, в какой они могут вместить. Может быть, поэтому одни народы принимают христианство в III веке, как армяне, другие в IV, как грузины, а кто-то там в IX веке, в X, потому что Господь как бы выращивает народы, подготовляя их к принятию догматов веры. Но почему Господь говорит, «Человек не может увидеть меня и остаться в живых?» Что это? Мстительность Бога? Может быть, это потому, что Бог зол и не хочет, чтобы кто-то вторгался в его божественную приватность? Нет, это не так. Это потому, что если человек созерцает Бога, достигает такого уровня, которого даже Моисей не достиг, то исчерпывается смысл человеческой жизни такого человека. Он умирает, потому что сверх мера откровения явлена ему. И Дионисий Ариапагит, он настаивает на том, что единственное, как мы можем созерцать Бога, это в его именах. в его божественных именах. Человеколюбивый, милостивый, милосердный и так далее. Блаженный Августин пишет, это его послание, святой Моисей, его Бога, верный слуга, выразил это свое пламенное желание видеть Бога, видеть Бога, когда сказал Богу, с которым, как с другом, беседовал лицом к лицу. «Если я приобрел благоговение твое, яви мне самого себя». Что же, это не был он сам, с кем собеседовал Моисей? Если бы это не был он сам, то Моисей не сказал бы ему, яви мне самого себя, но яви мне Бога. Однако, если бы он, Моисей, видел его природу и сущность, то не говорил бы, яви мне самого себя. Значит, он сам, Господь, имел такой вид, в котором захотел явиться, но сам он, Господь, не являлся в своей собственной сущностной природе, которую хотел увидеть и созерцать Моисей. Ибо это было обещано святым в другой жизни, не в этой, в другой. Помните, как апостол Павел пишет в 13 главе первого послания к Коринфянам, сейчас мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, а тогда, то есть, перейдя в другую жизнь, мы познаем так, как мы опознаны. Августин продолжает, отсюда ответ, который был дан Моисею, правдив, никто не может увидеть Бога и остаться в живых. То есть, никто в этой жизни не может видеть Его, каков Он есть, ведь многие видели, но видели то, что выбрало желание, когда Он хотел в том виде, в каком Он, Господь, хотел, а не в природе собственной, в которой Он, Господь, скрыт в самом себе, даже, когда виден в неком образе и в неком видении. И мы знаем, друзья, что в Евангелии от Матфея, 5 глава, 8 стих, говорится, «Блаженные чистые в сердце, ибо они Бога узрят». Но мы с вами уже определились, что Бога мы созерцаем в Его священных именах. И вот есть имя Бога, которое доминирует над всеми именами и обладает спасительной силой. Об этом говорится в книге «Деяния святых апостолов», 4 глава, с 10 по 12 стих. «Тода будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав». То есть силой Христа был исцелен человек. «Он», то есть Христос, есть камень пренебреженной вами зиждущими, то есть иудеями, но сделавшейся главою угла и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись». То есть только имя Иисус Христос обладает сверх спасительной силой, ибо посредник между Богом и человеками, как учат блаженный Феофилакт и другие отцы, должен быть и Богом, и человеком одновременно, каковым и был Господь наш, Бога-человек, Христос Иисус. Несмотря на то, что Бога в его сущности не видел никто никогда, как говорится в Евангелии от Иоанна 1 глава 18 стих, тем не менее его единородный сын, сын Божий, явил его, то есть показал нам Бога Отца. Таким образом Иисус мог сказать это Евангелие от Иоанна 14, 9, видевший меня видел и Отца. Ведь Христос действовал по воле Отца, говорил то, что принял от Отца, Он показывал характер Бога Отца, раскрывал его намерение перед родом человеческим. Поэтому и сказано в Писании Бога никто не видел и видеть не может единородный сын сущий внедре Отчим Он явил. То есть явил Бога, раскрыв его характер, показав его намерение. Это великое беспрекословие благочестие тайна. Друзья, сегодня мы рассмотрели еще один из вопросов по книге Исход. Чтобы вам не пропустить следующих бесед, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И пожалуйста, берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Исход. Исход. Исход.